Ну а перед началом видео я хочу порекламировать вам паблик War Thunder Blog. Здесь вы можете найти последние новости по тундре, мемы, фотографии техники и интересные факты. Полный перечень контента с хэштегами у них в закрепленной записи, ну а ссылка на них будет в описании. Подпишись. Ну а в первую очередь мы будем проверять вот этот комментарий. Данное слово было исправлено специально, дабы вернуть культуру в наш родной украинский русский язык. Чтобы проверить физическую модель, не обязательно стрелять из танка, поэтому мы решили использовать зенитку. Несмотря на то, что бомбы действительно теперь имеют коллизию при контакте с техникой, снаряды на них все еще не действуют. И снова бомбы. На этот раз мы будем закидывать их в открытую рубку. Спустя один разрыв интернет-соединения и еще несколько попыток нам это удалось. И как видите, в этой ситуации мы какую-то физическую модель все-таки наблюдаем, пускай и несовершенную. Так что, один-один, идем дальше. После прошлого видео с проверкой решеток я получил немало вот таких вот комментариев. Так что сейчас мы поставим M46 против менее современных кумулятивов. Как вы можете заметить, решетка работает практически безупречно. Так что, ваша теория верна. Как-то давно я видел комментарий при торпедировании посаженного самолета, но сейчас я его не нашел. Давайте проверим, что будет. Я был бы очень сильно удивлен, если бы эта максимально историчная комбинация сработала. Ну, если учесть, что торпедировать танк все-таки не получается. А вот сам атакующий самолет, кстати, получил дамаг. Так что, если вы начнете торпедировать что-то на земле, ничего кроме мусорных пакетов вы не увидите. Под конец у нас будет довольно простенький вопрос. Плавает ли Шеридан? Да, конечно, плавает, ответил я. На Википедии же написано, что он плавающий. Хотя я за столько часов игры в War Thunder так на нем и не поплавал. И вот что произошло. Но ведь в реальной жизни для того, чтобы он плавал, на него устанавливается вот такое дополнительное оборудование. Так что, в принципе, здесь все реалистично. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр и предлагайте новые мифы в комментариях. Может быть, они появятся уже в следующем видео.